короче новости мы искали и нашли в селе михайловка рыбницкого района мы под камнем обнаружили скалопендру скалопендра вещь ядовитая опасная а это оказалось еще и дико крупный ты очень уверенно горишь что мы нашли и кажется ты сама бы и увидела бы ладно юра раченков и жене масленников их не жалко посмотрели на эту скалопендру бояться надо с тех пор их не видела я не знаю что знаете что самое вот ужасное в этой истории они поехали специально искать скалопендру то есть если ты хочешь найти скалопендру в приднестрое то ты ее найдешь это не случайно они приехали на место и вот наш коллега наш товарищ николай романович известный популяризатор науки он говорит я знаю где их искать вот примерно это место давайте один раз копнули первый камень перевернули и она была там представляете а сколько же сидит под другими камнями которые не переворачивали и любители путешествовать с палатками когда увидят это видео перестанут мне аж часа началось давайте объясним скалопендра такая гигантская с ладонь сороконожка которая когда соприкасается своим телом вызывают ожоги а и укус ядовит и может вызвать отравление рассказываешь как будто ее сразу нужно уничтожить но никого романович не советует вообще трогать приближаться пикать палочки почему вообще может летать не стоит не стоит пускай себя размножается да то есть мы ее ни в коем случае не убиваем да она и редкая у нас появилась на нас существует но это не поверье да это норма жизни обычай то есть перед тем как зайти в туалет когда зашел в туалет нужно сначала смыть перед тем как садится на унитаз потому что скалопендр это самое хорошее что ты можешь нам встретить да пройдет время и вполне может быть что и у нас вполне себе появится австралийский климат может у нас будет смотрите у меня еще одна интересная новость в приднестровье ученые ведут работу над помидорами под названием с носиком вот так вот здесь раз носит на днях не сельского хозяйства показали какие помидоры там изобрели там есть и буду лай это коричневый помидор есть и черный носик курносый носик орлины какой это зависимости от того где она будет располагаться то есть ближе может быть к парканам он будет и орлины ближе к бендерам но самое интересное есть даже название такой вот жемчужиной действительно это помидора похоже на жемчужину такая большая красивая в общем помидоры теперь не только можно есть но и рассматривать да главное чтобы была хорошая погода а не такая как в украине касается это дождей сейчас там украинские синоптики прогнозируют кислотные дожди после аварии на химзаводе в ровно воздух попала окись азота будем надеяться что до нас такие дожди неприятные не дойдут но украинцам мы рекомендовали не выходить из дома во время таких дождей а если уже а что в одессе тогда делать потому что потом не вне везение до сплошного невезение распространяется и на другую стихию опять же украина бедная но уже близко к нашей границе на границе с кучерганом а смерч и насколько я знаю видео кислотности да наверное видео очень быстро огромное количество просмотров там за 40 минут там 600 лайков настоящий смерч по 200 тысяч до у нас там 160 тысяч до было не каждый день увидишь видео смерча в приднестровье все видео были нам присылали жители первомайской первомайск они смотрят сторону украина то вот крутится вышел на балкон значит это попить и кофе коту на смерть я продолжу украинскую тему на молдавской украинской границы 15 граждан украины показывали и показали пограничником поддельные пцр тесты зачем они пока не знаю ну как зачем ну здравствуйте вот я здоров жив и все нормально у меня раньше было наоборот то есть молдаване которые собирались ехать украинцам в гости то они ждете да бдительный сотрудник таможенной службы он позвонил в эту значит организацию которая выдала тесты в этом нет учреждения делали нет не делали он вернулся к ним горит ребятки все на выход обманули нас так напрягло да то есть вот показывать тебе каждый день может первый день на работе после отпуска вот человек который ехал с пцр тестом на котором было написано позитив да и он ехал в автобусе написано позитив и когда его спросили а что говорит ну написано позитив позитив это хорошо да хотя на самом деле то есть было не очень давайте от коронавирусной новости перейдем к другой болячки с начала лета в приднестровье официально только официально зарегистрировано а сколько же получается неофициально 150 случаев острых кишечных заболеваний ну что значит официально это когда уже терпеть больше нет мочи и люди обращались к доктору а так это обычно бывает как алё здравствуй там начальник живут бы я сегодня не могу дойти самая простая на самом-то деле отговоркой в нее начальник как бы иногда и не верит может свой живот болит ну и что а тут все очень серьезно но сейчас жара очень нехорошо кто-то что-то забыл там на столе на кухне утречком это покушал до или она полдня постояла до пару часа перебродил да и в общем как бы человеку случается очень нехорошо вот один из наших сотрудников набрал да и с утра отпрашивается перед всю ночь вот было плохо а чё ел икру икру баклажаны но после фразы не было плохо от икры я не знал вот ему сочувствовать новость про врачей и мракобесов а знаете ли вы что за полтора года пока все мы читали про теории заговора про вакцины и про чипирование люди боялись все это время ходить к врачам и пытались найти способ вылечиться в интернете появилась врачей появись новые проблемы теперь люди которые приходят к ним на прием врачи тратят на них гораздо больше времени в среднем потому что каждому человеку теперь приходится не только ставить диагноз назначать лечение но и объяснять что то что этот человек прочитал в интернете не всегда правильно потому что не всегда в интернете пишут врачи иногда пишут журналисты или копирайтер до которых можно на фрилансе нанять они переписывают чьи-то текст они всегда верны и в общем врачи столкнулись такой проблемой что теперь очень умные пациенты и которых приходится перерелить я попробую объяснить как это работает студенты журфака 1 2 3 курс их спрашиваешь где вы работаете говорит я занимаюсь копирайтингом девочки 18-19 лет и говоря что ты делаешь ведь я пишу для медицинских сайтов то есть вот есть медицинский сайт на который нужно накидывать текст и сидит ребенок по сути до который в жизни по сути ничего не видел он живет с папой с мамой опыта нет и он набирает в интернете как лечить кого-то и чью-то уже переписано статью с какого-то другого я так делал я выставил бы все это дело с чем со строительством когда приходят не очень хорошие строители да вот они что-то сделали и потом труба все-таки потекла приезжать нормальные строители переделывают их работы и потом делать что-то есть условный конечно там доктор есть хороший строитель есть там доктор комаровский которые все знают кто такой доктор комаровский все видит его лицо слушают его совета но таких людей это нужно еще найти не не каждой статье в интернете стоит летать и есть две девочки которые ну тоже достаточно умные очень юные но они решили поиграть в какие-то взрослые игры и разговоры что они делали значит девочкам по 9 и 10 лет это две подружки видим каникулы делать нечего скучно решили звонить на случайные номера звонили и говорили что их похитили им угрожают нужен выкуп и так далее и тому подобное просили о помощи и только один мужчина воспринял всерьез эти угрозы их обращения и обратился в итоге в милицию все остальные видимо думали что это розыгрыш то есть тут вообще то есть никто не хотел прийти на пусть не понятно мораль сибас не какова вообще то есть очень плохо или очень хорошо в том что люди распознают что это ложный сигнал и тревоги или в том что на самом деле равнодушие полнейшие лежит человек на улице до сертиф я на самом деле вполне себе может быть случилось нехорошо я помню вот был случай зима холодный смотрю из сугроба торчит рука и идет пар да я подошел наклонился пахнет алкоголем я понимаю что человек выпил да то есть его подняли завершил там останется в магазин и было понятно что человек уже обморозился то есть очень прилично и он не мог не дойти домой больше да и вот казалось бы ну хорошо он пьяный но это же трагедия для семьи ему путирует обмороженные руки-ноги и он достанется обузой и для общества до государства будет платить поэтому лучше даже если человек мы выпивший или там просто там кажется что это шутят обратить на это но и только не то что мы призываем сейчас всем детям или всем нашим проиграть нам дозвонить и смотрите как отреагирует а в том что как бы да надо реагировать но это было похоже на социальный эксперимент вы согласитесь сейчас проверили взрослые система взрослых не работа это отзывчивость 2 новость очень похоже у меня есть бендерах два школьника чуть не сожгли машину зачем 11 лет мальчики гуляют во дворе стоит волга дернули ручку открытое залезли не знаю как там возникли у них в руках спички в общем загорелось сиденье они его сами потушили убежали ну и кто-то их видимо заметил и сдал в милицию в общем пора теперь проблемы родители заголовок хороший приднестровья горела волга а у меня уже взрослые дела и про детей на полное обновление детсадовской мебели кровати столы и стулья потребуется 55 миллионов рублей или 3-4 года об этом говорили на встрече с президентом на общенародном приднестровском форме на самом деле примерно столько же еще нужно на замену школьной мебели и примерно столько будут государства выделять это актуальная тема да вы вспомните все дети ходят в детский сад мы знаем что мы их туда на пороге вот сдали происходит вечером забрали на самом деле маленький ребенок вот их тысячи да они проводят вот в одном помещении ну целый день восемь часов там девять часов своего детского рабочего там времени они проводят на стареньких стульях столах и там возле этих шкафчиков разбитых если это все действительно удастся поменять это будет очень здорово что со старыми сделают и вопрос ничего сожгут на пусть и детская тема в дубасарах рассказали о том а какие имена являются самыми необычными в дубасарах женские имена алиана почти ли она эльмира и эмилия вот такие вот необычные фамилии вот мне интересно вот фамилии фамилии наверняка наши как обычно украинские бомбов стал уж ли я врус на самом-то деле к именам ну вот никого не хочу обидеть ни в коем случае но вот было у меня такое вот тёжку своего нашел я в детском лагере я вожатый тут ильдар бежит ильдар я тоже льдах ух ты как круто слушай как попыталась будет серёжа то есть у меня никаких и нет плохих ассоциаций с именем серёж но ильдар сергеевич как-то но вот не укладывается мне жена грит мне нравится имя ваня это очень красивое имя но иван эльдарович но как-то тоже не то у тебя какого что бикирович ну да подходит алиана эльмира и каждый год самые редкие имена это эмилия алиана постоянно слушать мне кажется сейчас реже как раз юра аня там анекдот последнего времени до лежит вот дедушка и дети обсуждают вот с внуками как назвать вот совсем маленького праздничка и все волды света полк ярослав там и дедушка стоит что опять русь в опасности и мальчиков кстати опять больше то есть второй год подряд в мальчики значит в этой статистике они лидируют и самые популярные имена среди мальчиков это андрей кирилл тимур ручни русь не в опасности вообще классика маша саша даша то есть прекрасная везде где еще мило красиво у меня совершенно не детская тема друзья казахстанский кайрат выиграл со счетом 21 сервина звезда мы начинаем интересоваться и казахстанским сервским футболом все потому что да именно победитель этой пары пойдет на победителя пары шериф алашкерт шериф сыграет 28 июля на стадионе шериф против алашкерта 1-0 завершился первый матч кстати совсем недавно вот буквально вчера александр григорян именно тренер алашкерта подал в отставку поэтому сюда приедут в террасполь уже обновленные тренерский штат третий или четвертый тренер команды из лиги чемпионов которые после матча с шерифом уходит в отставку проблематично это был по моему австриец какой-то ушел кто-то из спартака ушел там сейчас делали то что шериф проиграли там какие-то личные личные у них всегда личные проблемы но так вот случается проиграли шерифу это становится что называется последней каплей когда вот они раз главное чтобы наши все были здоровы целы и здесь достойно сыграли случае прохода кстати друзья алашкерта мы точно уже попадаем в группу лиги нации а дальше уже как говорится посмотреть то есть линии конференции лиги конференции до лиги нации до этого даем лига конференции это уже еврокубки это значит нам уже обеспечена как минимум осень клубы клубов который будет прижать нам из европы да это не самые сильные клубы хотя на самом-то деле есть там давайте будем надеяться на сначала на группу лиги чемпионов смотрите там еще если к нам приедет кайрат если вот он победа то там главный бомбардир кайрата это тот самый вагнер лав бразилец косички играл в цск я думаю что вагнер лав уже не тот самый не нужно смотреть на пенсионера именно он вывел их сейчас в следующую стадию лиги чемпионов потому что забил победный гол был лидером вагнер лав забивал нам как бы и роберто как раз как насти заговорила поговорить о любви да в россии отменили штампы о браке в паспорт и теперь в паспорте останутся только две отметки это регистрация и военная обязанность остальные пожелания но юристы говорят что вот россиянам станет дашь там я тоже пошел проверил во-первых штамп по регистрации брака используют в качестве замены свидетельства браки во вторых могут возникнуть говорит юрист российский что могут возникнуть проблемы по сделкам с недвижимостью так что это такое себе короче это не интересная тема дать футбол олимпиада мы знаем в пятницу открытие но за два дня до открытия олимпиады уже были футбольные матчи в среду женские сборные играли в четверг мужские абсолютно не интересный футбол на олимпиаде почему ну потому что евро было недавно и все звезды играли там на олимпиаду обычно в общем суть не в этом там под вопросом 11 момента под вопросом само открытие олимпиады после японцы там такие припоны ставят и спортсменам и организаторам там сейчас новая вспышка коронавируса и заболела 81 по-моему человек из делегации четверо спортсменов вот это самый последний четверо спортсменов там чех вот буквально недавно положительный тест дал не факт что олимпиаду вот вообще она начнется начнется закончится ничего не понятно там и антисекс кровати японцы но они так их назвали делают в общем все чтобы не контактировали Денис по поводу антисекс кровати я не знаю что он передается полным путем хотя знаю мы ввели эфир утро с утра до вечера на что наш режиссер ответил на полу нельзя на полный ну мне есть еще новость продолжить дождю доест виктор скворцов тот который выступает под флагом да мой наклассник отлично тебе родители должны каждый день говорить вот ты видишь ты вот посмотрели что они меня видят наши спортсмены прибыли в токио они публикуют stories из олимпийской деревни насколько это возможно потому что там все запрещено с людьми разговаривать нельзя выходить на улицу нельзя в магазин полу там строго по часам это разрешение каждый день они на тест сдают хорошо что не японские потому что если бы еще давайте вернемся в бендерскую поликлинику давай отлично да там в бендерской поликлинике выдают сертификаты о вакцинации нового образца они такие же электронные вот только с печатями на самом деле на этой неделе заработал наконец-то молдавский сайт куда внесены в том числе и приднестровцы и каждый приднестровец может распечатывать печатями а можно не печатать в телефоне потому что уже проезжали через границу показывали украинскому пограничнику телефон этого хватило на всякий пожарный говорят распечатайте знаешь вот как там вот как в аэропорт да то есть тебе нужно там распечатанный электронный с печатью распечатать билеты а он тебе не нужен да такие правила скажем попытаюсь в субботу поехать в украину а как ты будешь ехать с семьей на машине распечатанный или без и сейчас чтобы поехать туда мне нужна вот такая стопка документов паспорта каждому сертификат вакцинации которые электронные распечатаны которые с печатями мне выдали в поликлинике нужно на каждую страховку на машину нужна страховка у жены нету вакцина поэтому ей нужно пройти пройти тест в общем как же вам очень хочется скупаться да просветите меня вот если уже сертификат на руках да и две недели еще не прошло он действительно я могу через границу не говори об этом никого нет нет украины официально признает сертификат сразу с момента урок ты вторую они из печати с приднестровской печати тоже какое-то время признавали сегодня признают завтра не признают а потом послеза мы договоримся меня завтра не пустят в одессу можно вернуться опять в бендеры а там будет флешмоб организован по скосу амброзии до власти бендер обратились и к жителям города с просьбой собраться на субботник общегородской но не нужно вставать супер рано утром идти в какое-то определенное место в любое время идите в любое место да просыпайтесь в любое время выпиваете чашечку кофе смотрите из окна и оценивайте площадь потому что работать можно прямо у себя во дворе в чем фишка 2 миллиона квадратных метров 2 миллиона это такова площадь вообще который убирает всего лишь 40 человек вот такой вот у них объем работ они просто физически не в состоянии скосить всю амброзию поэтому если вы видите амброзию после своего дома вас нет на него не опасно не забывать что вакцинация хорошо можете присоединиться к этому субботнику к этому флешмобу и очень очень странное время выбрали амброзия начинает цвести зачем ее начинают косить канон цветет у этой истории есть при этом делать раньше на денис в этой истории есть прекрасная предыстория возникла идея а давайте бороться с амброзии ну то есть боролись бросить теперь давайте массово бороться отлично и у нас тсв уже который год проводит ну некую такую акцию просим присылайте нам фотографии где вы видите там большие заросли амброзии ну раньше нам прислали один кустик 2 сейчас конечно уже поля лесами там вот прислали до лес возле днестровских зарей весь в амброзии тысяч думаешь что делать с этим лесом да ну и в общем как бы все присылали нам мы это собирали и отправляли в жеки в госадминистрацию в экологическую милицию так сказать дальше распространяли эту информацию и вот сейчас у людей которых возникла эта идея говорит отдавайте игорь вы там собирали фотографии пришлите нам мы прислали все фотографии которые нам ну чё control а да все выделили control c control в отправили фотографии так много что от от про начали отправлять в четверг до сих пор скидывается они когда это все увидели пошли столько что ну то есть как бы вот ты права что нужно выпить кофе выглянуть во двор и понять да не нужно никого ждать увидел амброзию вырвал амброзию можно я пытался вырывать амброзию на своем участке что в поле там где кукуруза растет между у меня аллергия на амброзию она еще не целая это было месяц назад мы просто прикасаясь к ней руками ну это да тебе нужно психологу там в продолжении темы диагнозы болячки врач медина хирург станислав спальчук отметил очень хорошую статистику на самом деле стали чаще выявлять рак после к вида скорее всего это связано с тем что во время пандемии за эти полтора года люди стали точнее не обращались вообще поликлиники в больнице не приходим не проходили никакие обследования сейчас все снова возобновились медосмотры всевозможные обследования и люди стали чаще выявлять у людей точнее стали чаще выявлять опухоли толстого кишечника молочных желез щитовидки вот говорил по мракобесию народ сидел читал и таки приложите подорожник но все и казалось я даме там полетели врач диагностируют рак на узи видит опухоль там 4 железы и хирург который оперирует куда если бы люди которые полтора года назад ну в течение этого времени могли обратиться еще на узи и каким-то консервативным лечением обойтись сейчас многим приходится обращаться к хирургу на операцию уже короче новости не платильщики алиментов вернули 9 миллионов рублей но как вернули конечно заставили заплатить некоторые даже получили реальные сроки одному дали год другому восемь месяцев самый эффективный способ это что алименчиков не плательщиков алиментов разворачивают на границе мог приезжать на границу играть парень ты должен он возвращается обратно сразу же находит деньги и возвращает конечно начаться в данном гранит пцрт скоро просрочится у тебя этот справка слушай я пользуюсь случаем у меня страховка на украине у меня вопрос другой это хорошо когда он находится в республике что делать если этот алименчик находится за пределами республики и радуются жизни не платить эти алименты не платят и не платят да мне как что-то надо сделать но просто есть очень хороший знакомый которым не платит алимент не вырезайте то есть ты его встретишь да а я дай бог я бы вас встретил просто он не здесь не здесь находится да все располе заработала горячая линия для записи на вакцинацию номер телефона 126 по нему можно будет получить ответ на все вопросы о вакцинации и записаться пока этот телефон работает только в террасполе в других городах чтобы записаться на вакцину по старинке звоним поликлинику здесь тоже не все так просто потому что мы сразу позвонили по 126 нам сказали что закончилось мы не сразу мы пытались дозвонить сейчас это еще тяжело конечно нет сначала мы доживались и было нормально и сказали что можно а потом когда мы второй раз еще позвонили уже просто там одному из наших сотрудников нужно было вакцинироваться позвонила и говорит хочу на джонсон сказали нет джонсона она повесит руку говорит закончился оказалось что выделяют определенный лимит на гейболь да и нужно на следующее утро опять набрать горячую линию 126 я не совсем понял почему нельзя сразу все 17000 до чтоб человек там записалась зачем нужно врать вот лимиты но наверное какая-то есть система не очень понятно а у меня новость президент дал поручение выставить археологические находки в аудитории екатерининского парка все мы знаем вот это вот красивое здание с колоннами да с балюстрадами с таким подъемом он сейчас пустую 250 квадратных метров и оказалось что у нас есть археологический закрома родины и там лежит золото настоящее скифское золото серебро всякие там драгоценности и они будут лежать находиться в центре террасполя там будет специальное помещение под охраны под сигнализации это все можно будет прийти пощупать и посмотреть я когда-то работал в археологической лаборатории и скажу что посмотреть есть на что у нас есть восстановленная голова скифского вождя ну вы помните метод герасимова тот самый когда вот восстановили изображение мы знаем как выглядит иван грозный как выглядит тамерлан это вот знаменитый скульптор и антрополог герасимов он по черепу восстанавливал и в общем его ученики восстановили по черепу как выглядел скифский вождь из глинова тогда глинова хватило место 256 квадратов у них несколько тысяч уникальнейших артефактов это стрелы украшения бусы мечи это каменные бабы из вояне которого сейчас находится в фондах хранилища но представьте себе то есть по тонну весом каменюка это каменная такая баба она сейчас лежит в закромах терраспольского музея это уникальная штука но выставить ее по сути было негде и она еще и весит ну очень много если бабу выставить все-таки в екатеринском парке музей закрываем музея терраспольского скажет баба сложу нам полегче будет больше места ждем когда это приняться хотели конечно ко второму сентября посмотрим там я сомневаюсь очень что успеют сделать какие-то специальные стеллажи дал или там охранную комнату но задачи поставлены цели определены так что за работу товарищи на этом короче новости все